Набираем 1000 лайков и я сразу сажусь записывать новую серию. Всем здарова, ребят! С вами Локи, мы продолжаем карьеру за Мадридский Реал FIFA 20. Спасибо за вашу поддержку в виде лайков и комментариев. Продолжайте в том же духе, давайте как можно скорее под этим роликом наберем 1000 лайков и я сяду записывать для вас новый выпуск. Сегодня, ребята, наверное, одна из самых серьезных серий в нашем сезоне. Сегодня у нас три непростых матча. Сначала мы встречаемся с Мальоркой. Казалось бы, да, это команда с последнего места, но нам нужно ротировать состав. Сегодня мы выходим играть вторым составом. У нас есть шанс приблизиться к Барселоне. У них 86 очков, у нас 83. И мы можем сравняться, если выиграем. Также, ребята, сегодня в серии нас ждет с вами ответная встреча с Тоттенхэмом. Ну а также, ребята, сегодня третий матч в серии. Это финал Кубка. Это Копа де Эспана. Мы встречаемся с Барселоной. Три непростые встречи, три победы, которые нам так необходимы под занавес этого сезона. Ну и, ребята, конечно же, ваша поддержка может помочь. Так что усаживайтесь поудобнее, наливайте себе чаек, берите печеньки, вкусняшки и давайте отправляться на нашу первую игру. Мы играем дома, мы играем против Мальорки. Вот такой вот стартовый состав. И, ребята, поехали. У нас, ребята, домашняя встреча против Мальорки. Казалось бы, команда с последнего места турнирной таблицы. Но, зная FIFA, сейчас она может играть лучше, чем Барселона или Тоттенхэм, с которыми нам предстоит встретиться сегодня еще по ходу серии. Нам нужна только лишь победа. Это будет сделать не так просто, потому как Мальорки терять нечего. Они могут идти вперед. Они могут просто играть. Несмотря даже на свои ворота. Ну, а нам, ребята, ни в коем случае сегодня нельзя проигрывать или играть в ничью. Нужно немножко подержать мяч, почувствовать его. Ну, а уже после пытаться что-то придумать. Йович. Хамес. Передача. Донни Ван Дебек. Прострельщик. И удар Йовича. Нет, не дали. Но мы с мячом и продолжаем атаку. Хамес. И намертво забирает вратарь. Нужно сейчас очень грамотно действовать. Хорошо. Хороший отбор. И во фланг. И Венисиус может убегать. Это хорошая атака. Винни. Винни, Винни, Винни. Успеть пробить. Венисиус успевает пробить, но не попадает. Ушли от Варана. Удар по воротам. Куртуа в игре. Сегодня я поставил его на ворота. Пускай доказывает, что он нам нужен. Снова Венисиус. И можно нестись по флангу. Пока Винни свеженький, он может убежать от кого угодно. Венисиус. Передача в центр. Ну же дальше. Забить. Лучше играть, ребята, наверняка. И Йович выводит нашу команду вперед. 1-0. 15-я минута. Хороший мяч. Пятый гол Йовича. И 15-я минута. И зона Арнольда освободилась. Милитау бежит на помощь. Убрали Милитау на ложном замахе. И Арнольд вернулся. А вот это что за передача? Еще удар. И Куртуа спасает. Ну вот все отскоки в пользу соперника в таких моментах. И снова вот эти ложные замахи. Ну так даже Барса против нас не играла. И удар выше. Ну же Хамес. Не самый быстрый игрок. Но его сбивают. Его сбивают. Должна быть желтая. 39-я минута. Ребята, мы поддавили сейчас немножко соперника. Венисиус. Отлично. И подачу. Это пенальти. Это пенальти. Сзади сбивают Венисиуса. Это шанс, ребята, увеличить наше превосходство. И желтый арбитр опять не показывает. Но здесь откровенный был 11-метровый. Подходит к мячу Хамес. И забивает гол, ребята. Он раскидывает по углам. Голкипер и мяч. 40-ая минута. 2-0. Но сейчас хотя бы станет попроще. У нас есть неплохой задел. Ну и здесь все реализовано качественно. Нужно было только попасть. 2-0. 40-ая минута. Йович и Хамес. Мальорка в атаке. Пошла подача. Здесь никого. И Куртуа спасает. Все спокойненько. Куртуа выбрасывает мяч. И нужно просто довести этот тайм аккуратненько до 2-0. А может быть Венисиус сейчас делает передачу на Родриго. И 3-0. Закончим. Отлично. Шикарнейшая контратака. И Родриго забивает с передачи Венисиуса. Но, ребят, вот вроде 3-0 играем. Вроде крупный счет. Но все равно волнение запредельное. Потому что любая атака Мальорки может закончиться взятием ворот. И не потому, что она хочет забить. А потому, что FIFA может это сделать. Пока мы выигрываем 3-0. Очень комфортный результат. Доводим эту игру до победы. Мальорка с мячом в атаке. Передачей тут между ног мяч проскочил. Ну вот серьезно. И снова ложный замах. Ну серьезно, ребята. Ну Барса с нами так не играла. Но многие люди в комментариях замечают, что в Песке тоже есть такой же бред. Когда ты с грандами можешь крупно выигрывать. А с какими-то слабыми командами там такая игра. Как будто действительно к тебе в гости приехал Мадридский, Реал, Барселона, Бавария, Ювия. Ну как будто они просто логотипчики. Или просто показатели команд перепутали. И не так у них это работает. Здорово. У нас 73-я минута. Мальорка идет в очередную атаку. Во втором тайме у нас, ребята, ни одной атаки. Просто ни одной. Мы не смогли довести ни одну атаку до удара. А Мальорка забивает гол. Мальорка забивает гол. 3-1. К этому, ребята, все шло. И здесь вот так вот мяч от штанги, от Куртуа. Отскакивает точнехонько на голову сопернику. У нас Донни Ван Дебек покидает поле. И повезло, что у нас был вот такой вот задел в три мяча в первом тайме. Потому что во втором игра просто нашей командой остановилась. Удар по воротам. Куртуа красавец. Сейчас, ребята, просто играем на спасение этого матча. Потому что наша команда не слушается. Просто она не хочет играть. Вот эти вот ложные замахи. Раз за разом проходит. Йович. И тут же Йовича. Ноунейм останавливает. Удар по воротам. Еще один. Ребята, я не знаю. Просто не знаю, что происходит. Йович оттесняет соперника. И тут же его оттесняют еще жестче. Все футболисты просто стоят и смотрят футбол со стороны. Эрнандес забивает свой первый гол в чемпионате. Какой там у нас тур? 28-й, 29-й. А этот парень первый гол забивает. И именно забивает Мадридскому Реалу. Ну ладно. Ну ладно, ребята. Мы доигрываем эту встречу. Я не буду сейчас что-то придумывать. Нам нужно просто аккуратно довести дело до победы. Потому что два мы уже пропустили. И пропускать еще я просто не собираюсь. Вальверде четвертый. А Вальверде еле ударил. Последние минуты матча. Мальорка идет в атаку. Снова начинаются просто какие-то невероятные пасы пяточками. Ложные замахи. Но Минди говорит, хватит, ребята. Хватит это терпеть. Мы идем вперед. Йович. Давайте, парни. Давайте. Это шанс. Йович. Проскакивает. Падает. Пора бы свистнуть, арбитр. Пора свистеть. Все. Ребята, тяжелая победа над Утсайдером. Я, честно сказать, зная ФИФУ, не ожидал, что здесь все будет просто. Теперь давайте отправляться на игру против Тоттенхэма. Давайте смотреть на стартовый состав. Кто у нас сегодня выйдет. Мы дома. Мы дома проиграли Тоттенхэму. Я совсем забыл, ребята. И сейчас на выезде нам нужно забивать. Я почему-то думал, что мы наоборот в гостях проиграли. Типа один гол на выезде. Это было нормально. Нет, перепутал я. Прошу прощения. Давайте смотреть, кто сегодня у нас выйдет на поле. Так, Арнольд подустал. Вместо него выйдет Хакими. Вместо Варана у нас выйдет Шкриньяр. Также выйдет Донорума вместо Куртуа. Минди, Казимир. Вместо Вальверде у нас выходит Донни Ван де Бек. Тони Кросс, Асенсио. Так, Роналду Азар. Ну, в принципе, вот такой вот стандартный, ребята, со стандартным. Встав и поехали. Нам нужна победа. Нужны голы. Нужно забивать. Надо это делать. Ответная встреча. Четверть финала Лиги Чемпионов. В 1-3 мы проиграли. А точнее, да, 1-3 мы проиграли у себя дома. И сейчас приехали в гости к Тоттенхэму. У нас нет возможности переиграть первый матч. Есть только эта встреча, где нужно доказать, что мы готовы биться дальше. Ну и Тоттенхэм. Конечно, можно сказать, повезло им. Они реализовали свои моменты на высшем уровне. Эден Азар как сейчас ушел от соперника. Азар катит на Роналду. Можно забивать. Пас Назара. Ну же. И не попадает Азар. Помешал ему немножко Льорис. Мбаппе. Роналду. Снова Мбаппе. И вот сейчас от Марселла он уйдет. Мбаппе. Рядом Поль Погба. Передача. Азар. Штанга. Поль Погба. Мяч в сетке. Ух, ребята. Мы просто разыграли какой-то пинг-понг здесь. Азар шарахнул в дальнюю штангу. Мяч отскочил к полю Погба. И один гол есть. И снова ошибка. Поль Погба. Передача на Роналду. Вынимай второй. Вынимай второй, ребята. Тоттенхем дома просто рассыпается. Пол. Дело сделано. Быстрые два мяча. Роналду уходит от подката. Если бы здесь был подкат, это была бы, ребята, снова красная. Это Хакими. Это подача на Азара. И это угловой. Но вот игра чувствуется сейчас совершенно по-другому. Не так даже, как мы играли с Мальоркой. Азар. Прострел. И прямо в руки Льюриса. Классный пас на Минди. И как он подключился в эту атаку. Минди. Прострел. Нет. И посмотрите, Дели Али как рванул. Как рванул он в эту атаку. Дели Али. Ишкриньяр. Красавец. Мбаппе. Может разогнаться. Может Мбаппе разогнаться. Уйти от Марсела для него не проблема. Мбаппе. Пас под удар на поле. И мимо. 2-0 ребята в первом тайме. Но этого мало. Нам нужно забивать еще один мяч. Для того, чтобы пройти дальше. Ну же. Пенальти. Арбитр показывает на точку. Замена произошла у Тоттенхэма по защитникам. Это та. Это по-моему он. Да. По-моему в свое время в Байере играл. Роналду ребята подходят к мячу. Роналду берет разбег. Удар по воротам. И Льорис тащит. Вот это интрига. Тоттенхэм в атаке. Донарума забирает мяч в руки. И быстрее, быстрее бежим вперед. Удар Роналду. И снова тащит Куртуа. О, Куртуа. Льорис. Я уже ребята все перепутал. Очередная подача поля Погба. Ну же Роналду забить. Мяч в сетке Криштьяну Роналду. Ребята, за 15 минут до конца. Казимира. Какой же пас он ему отдал. И Роналду изловчился и поразил ворота. Ребята, сейчас будет жарко. У нас Азар покидает поле. Выходит Венисиус. Ну вот Тоттенхэм забил нам три. Теперь забиваем мы им три. И посмотрим, как они будут действовать. Если мы сейчас пропустим, то нас ждут дополнительные два тайма. Но мы, конечно, постараемся этого не делать. Передача на Мбаппе. Мбаппе уходит от Марсела. Мбаппе. Роналду. Донни Ван Дебек. Вынимай. Все, ребята. Это конец. Это дубль Роналду. Нет офсайд. Это интрижка, ребята. Никаких здесь не будет легких побед. Никаких легких побед. Донни Ван Дебек, когда пробивал. Ну, на одной линии, мне кажется. Одна линия абсолютно. У них даже положение тела было идентично с Дели Али. Но арбитр посчитал, что этот гол будет не засчитан. И еще тыщут момент для опасной передачи. Харикейн. Это опасно. И съели его. Съели и ничего не позволили. Все, последние минуты этого матча. Тони Кросс в атаке. Пас на Роналду. Роналду уходит от соперника. Роналду. Ну, еще один пенальти. Это Стоунс. Сегодня защита Тоттенхэма просто напривозила. Вторая красная за два матча. И еще один шанс Криштиану Роналду. Берет разбег Роналду. И снова спасает Лиорис. Ну, все сегодня угадывает вратарь. Два пенальти, которые не завил Роналду. С какой силы послал мяч. Лиорис, конечно, мастер. 11-метровый. Подача Тони Кросса. Снова Лиорис. Роналду. Ну, не с пенальти, так с игры. Все. Тоттенхэм может отправляться домой, а точнее сидеть дома, так как мы к ним приехали в гости. А мы пойдем дальше. Показываем характер. Да, не смогли в первом матче все решить. Но сейчас. Сейчас ставим Тоттенхэм на место. Ну, и здесь Роналду совершенно. Один с таких позиций он забивает регулярно. 90-я минута. И мы, ребята, вот так вот двумя дублями. Дубль Поля Погба. Дубль Криштиану Роналду. Мы проходим Тоттенхэм. И давайте посмотрим, как сыграли другие команды. Общий счет 4-3. И, как я понимаю, проходит дальше Валенсия. Аяк сбился, но не смог пройти. Ливерпуль уступает Барселонии. А Атлетико Мадрид обходит Манчестер Сити. Так, давайте смотреть. Тони Кросс у нас сегодня может выйти вместо, например, Казимира. Почему бы и нет. Вальвердо начнет с первых минут. Также давайте смотреть. Донорума Шкриньяр. Они подуставшие. Ну, сыграет Варан и Рамос. Почему бы и нет. В общем, давайте, ребята, отправляться на матч. Как я и говорил, ребята, такие матчи, как с Тоттенхэмом, с Барселоной, даются мне гораздо легче, чем матчи с той же Мальоркой. Когда команда просто становится неуправляемая. И соперник показывает какую-то просто фантастическую игру. Хотя находится где-то внизу турнирной таблицы. Нам показывают кубок. Нам показывают пути команды. Например, Барселона выиграла 5-0 у Атлетик Клаб из Бильбао. Так что не одни мы забиваем много. Но сейчас встреча принципиальных соперников. И снова Месси и Роналду встречаются на футбольном поле. Мбаппе в атаке. Уронили Мбаппе. Здесь не будет пенальти. Контролируем сейчас мяч. Вальверде. Роналду надо забить. И 1-0. Криштиану Роналду. 11-ая минута. Довели эту шикарную атаку до взятия ворот. Вот очень классные стеночки. Классные перепасовки. И мы показали тикитаку Барселоне. Но и Роналду хлестко шарахнул по воротам. Помните вчерашний матч Дортмундской Баруси и ПСЖ, когда Холланд также шарахнул. Рядом с ним Тони Кросс. И потеря. Потеря Бускеца. И тут же контратака в свободную зону на Азара. Уходит он от Кимп Мб. Азар с мячом. Азарчик. Делай все сам. Поль Погбак. Оффсайд. Снова Барселона взяла мяч под контроль. Снова много перепасовок в центре поля. Снова потеря. Но на сей раз все-таки смогли довести атаку. Удар по воротам. И Суарес отыгрывает один мяч. Счет становится снова равный. 1-1. 23-я минута. Негризман выдал ему передачу. И Суарес сразу же в ближний посылает мяч. И сюда на Мбаппе. Мбаппе можно забивать. Ну же. Вынимай второй. 2-1, ребята. Киллиан Мбаппе. Красиво. Красиво выдернули защитника. Мбаппе. Мбаппе здесь оставшийся один разобрался. Подача. Гризман. Скидка. Видаль. И помогает уже Варан. Вальверда. Казалось, что выиграл борьбу. Ух ты. Ничего себе. Какие трюки показывает Бускет. У нас, ребята, 60 на 40. Владение мячом в пользу Барселоны. 2-1 в пользу нашей команды по счету. Ну и по моментам по пять ударов. Равенство, в принципе. Да. Игра вообще довольно равная. То атакуют одни, то атакуют другие. Такими, знаете, отрезками, пока она складывается. Суарес. Подача. И здесь офсайт. Марко Роси выходит вместо Видаля. У нас, ребята, выходит Криштиану Роналду. Пас на Вальверде. А вот сейчас от Кимп Мб можно убегать. Вальверде. И здесь Азар. Если бы он сделал навесную передачу, может быть, что-то было бы и поинтереснее. Ну а так, просто неплохой момент. И здесь пас под удар. Тони Кросс. Удар по воротам. Терштеген спасает. Антон Гризман. Передача. Суарес. Удар по воротам. На месте. На месте Куртуа, ребята. Обе команды наелись. И, видимо, ребята, все так и завершится. Но, правда, сейчас есть еще время. Есть еще 30 секунд. Антон Гризман. Но снова назад. И все. Это, ребята, трофей. Это победа в Копа де Эспана. Над принципиальным соперником. Над Барселоной. 2-1. Игра была непростая. Но я надеюсь, что эта серия заслуживает вашего лайка. Мы прошли полуфинал Лиги Чемпионов. Мы обыграли Тоттенхэм. Мы с трудом прошли Мальорку. В чемпионате сравнялись с Барсой. Потом же с Барселоной выиграли в финале Кубка Испании. Ну и еще немало интересных встреч нас ждут в концовке этого сезона. Поддержите видео лайком. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. С вами был Локи. Всем огромнейшее спасибо за просмотр и поддержку. Увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok